друзья всем привет сегодня 27 июня наконец-то я добрался добрался до этого ролика на самом деле хотел выпускать по хотя бы четыре ролика в месяц но ближайшие два месяца я ничего не выпускал на сейчас постараюсь по порядку рассказать что к чему почему так произошло первое что касается моего магазина с детскими игрушками еще он продолжает работать получается он уже работает три месяца но практически три месяца результаты но пока оставляет желать лучшего значит что касается магазина первый месяц свой апрель он отработал так условно в ноль может быть небольшой минус там я не вел все подсчеты прям точно еще много что продавал мимо касса так сказать это была вынужденная необходимость так как была система налогообложения тогда у меня упрощенка и я не хотел платить лишние проценты и те товары которые у меня покупали не в магазине а просто по авито там по юле я их продавал ну как и раньше уже начиная с мая месяца я практически все вносил в программу то есть все продавал через кассу за исключением там продаж буквально на 11000 просто так вышло что эти товары у меня заказали я их поехал купил и сразу завез но потом уже чек пробивать не стал я просто зафиксировал эти 11000 значит что касается продаж по маю да значит за прошлый месяц в мае у меня была продаж которые официально прошли через базу это 115000 и еще вот как я сказал 11000 были не включены то есть 126000 там 125 чистой прибыли с этих денег у меня было около 55 ну точнее не чистой прибыли скажем так грязная прибыль с этого оборота у меня около 55000 там плюс-минус 5000 вот так ну возьмем допустим 50 ровно и я посчитал все свои затраты на магазин которые у меня уходят в месяц я тут подключил табличку и получилось что потратил я на магазин прошлом месяце ровно 50000 рублей значит в эти 50000 рублей входит 10000 рублей аренда 2000 рублей это коммуналка интернет там за уборщицу это 2000 рублей зарплата сотруднику которая у меня ведет instagram 2 500 месяца и плачу зарплата продавца 20 тысяч 300 рублей вышла за прошлый месяц так как она у меня почти без выходных там отработала мало выходных по поводу выходных тоже расскажу позже так авито 3000 рублей я потратил на объявление юла 2400 и налоги 3400 рублей за прошлый месяц точнее это даже не налоги а страховые взносы налог у меня 2500 месяц выходит но так как страховые взносы все равно нужно платить у меня 3400 в месяц вот это мои затраты налоговая нагрузка продавец у меня не оформлен официально поэтому налоги за продавца я не плачу далее затраты были 2700 я потратил на рекламу в instagram 2100 за рекламу блогеру значит да я начал активно вести instagram постарался по крайней мере сейчас тоже не совсем хватает на это времени но более-менее хотя бы девочка которая занимается выкидывает новые посты и instagram у меня немножко уже начинает приносить продаж и пока не в больших объемах но 35 продаж в месяц он уже делает бывает там может чуть чуть больше я прям четкие подсчеты не вел но все-таки с инстаграма люди приходят пусть и понемногу далее тысячу сто у меня было затрачено на розыгрыш это я там разыграл pop it и там полторы тысячи я себе включил на бензин это мои затраты которые я езжу на закупку закупаю товар это вот все затраты которые были у меня за прошлый месяц я сюда не включил свою заработную плату я там пару дней работал ну собственно и все значит прибыль у меня в районе 50 50 55 то есть чистыми я заработал ну максимум 5000 рублей а может быть вообще ничего не заработал то есть прям настолько точно я не веду подсчеты целом нормальный результат был для мая на мой взгляд с учетом что в игрушках не сезон с учетом что магазин работал всего лишь второй месяц с учетом что у меня не было вывесок я там повесил одну небольшую с другой стороны дома вообще не оттуда откуда вход вот по маю у меня вытянули в основном это pop it я думаю все наверное знают что это такое вот они составили наверно процентов 30 оборота магазина если не 50 процентов оборота магазина в майском месяце значит по июню июнь начался вообще просто там великолепно там уже продажи у меня пошли там по 12 тысяч по 7 9 тысяч в день если допустим мая у меня 3 4 5 там вот так шло только июнь начался отлично думаю блин как здорово в этом месяце мы выйдем уже четко в плюс уже все возьму второго продавца и буду открывать другой магазин но только первая неделя была отличной а дальше продажи сильно 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 просели и вот на сегодняшний день 27 июня нам осталось отработать четыре дня и у меня по продажам сравнении с майским месяцем минус 20 процентов минус 20 процентов но у меня немножко может быть меньше затрат хотя нет затрат плюс-минус также у меня нет не было в этом месте розыгрыша не было блогера но я тратил на рекламу в инстаграм именно на такую на таргетированную жарко так и что получается по маю а по маю я еще фу по июню в июне я повесил баннер большой что на мой взгляд должно было привлечь дополнительно людей но у нас на самом деле тут такая жара что люди вообще из дома не выходят то есть просто нереально жарко то дожди поливали просто нереальные а потом пекло такое что кошмар просто вот и продажи просели на сегодняшний день я же говорю у меня продаж при только что открывал 92 тысячи 680 рублей это которые прошли по кассе и еще на 7000 я отправлял авито доставкой но я их не стал проводить как бы по кассе как физлицо отправлял и все то есть грубо говоря сотка сотка и чистой прибыли с этой сотки у меня сейчас посмотрим у меня сорок две тысячи пятьсот и еще две тысячи с того конструктора сорок четыре тысячи пятьсот рублей вот то есть в принципе прибыли уже подходит к сумме затратов по прошлому месяцу осталось там где-то 5 500 чистой прибыли заработать и мы уже выйдем на прошлый месяц несмотря на то что оборот поменьше значит связано с чем у нас на нашем рынке который занимается продажами детских игрушек оптом короче прикрыли очень большую часть рынка там не будем сильно вникать подробности короче много магазинов закрыли просто там много тысяч квадратных метров прикрыли там борются эти предприниматели за то чтобы им дали возможность дальше продавать но на этом фоне некоторые магазины чтобы все-таки они побоялись что их до закроют на самом деле до сих пор неясно закроют это или или не закроют уже почти два месяца это беспредел этот происходит но суть не в том некоторые предприниматели начали делать скидки на свои товары соответственно я там когда закупал некоторые товары брал подешевле они делали скидки просто для того чтобы разгружать свои склады мало ли что вдруг переезжать чтобы меньше перевозить и получается связи с этим наценка моя на товар немножко подросла на некоторый и поэтому у меня доход со 100 тысяч составил почти столько же сколько доход со 125 в прошлом месяце далее что еще у нас по магазину озон озоном я не занимался открытием второго магазина не занимался связано все это элементарно сейчас скажу у меня дети очень сильно заболели периодически то есть вот эти два месяца последних я находился в больнице четыре раза с детьми лежал причем сначала болел один теперь болеет двое других какой-то вересняк непонятный температура под 40 фигачит просто не можем не сбить толком ничем вот короче четыре раза начиная с майских праздников и до сих пор у меня дети в больнице я просто сегодня дома меня бабушка моя мама поменяла потому что мы вчера работали на свадьбе и сегодня мне тоже одна свадьба я просто проснулся домой запишу ролик поэтому ничем я особо не занимался в плане продвижения я сделал там скидочные карты для магазина но как скидочные карты я сделал визитки а на них поставил просто печати скидка пять процентов хотел здесь по району пройтись по детским площадкам раздать мамочкам тоже до этого не дошло но в общем есть много нюансов связанных со временем и жизненной ситуации поэтому я думаю такие продажи как только у меня появится время я сделаю вот это хотя бы раздам эти скидочные карты и буду еще сильно давить на instagram потому что instagram это моя надежда надежда на будущее на новый год так как там более постоянные клиенты образуются еще почему инстаграм почему я за него топлю дело в том что на авито мне очень часто стали блокировать объявления связи с нарушением авторских прав кстати в инстаграме тоже такое было мне блокировали там робота какого то не знаю по хэштегам нашли или как но в инстаграме это было один раз а на авито мне прям постоянно блокирует эти объявления поэтому это уже становится некоторая проблема и надо как-то развивать свою площадку далее насчет интернет магазина все я там пока вообще не продаю ничего я написал объявление на самом сайте когда заходишь то что заказы не принимаются и если что-то желаете заказать то звоните по такому-то номеру тут тоже все просто мне никогда нету на это времени и вот сейчас даже получается я пока в больнице нахожусь я говорю за последние два месяца почти месяц пролежал в больнице я не могу вот у меня иногда заказы совита там приходят можете отправить туда-то туда-то я не могу отправить потому что там элементарно я в больнице нахожусь как я отправлю а продавец у меня к сожалению не сможет это сделать вот теперь давайте поговорим о ошибках которые были допущены мной значит первая ошибка основная это неправильно выбрана все-таки позиция открытия магазина проходимость людей низкая и даже несмотря на то что аренда сама по себе не высокая 10 тысяч рублей но помимо аренды есть еще дополнительные расходы как мы убедились то что у меня получается расходов среднем 50 тысяч рублей в месяц несмотря на то что аренда всего лишь 10 тысяч рублей в месяц поэтому нужно поэтому нужно искать все-таки более проходимые точки и в ближайшее время я займусь открытием второго магазина я надеюсь что я это сделаю ближайшие месяц значит второй магазин который я свой планирую открывать я уже более детально буду подходить к месту к выбору места может быть подсниму ролики более уже подробные как выбирать что смотреть куда обращать внимание по поводу этого магазина до нового года я его точно никуда перевозить переезжать она меня не будет потому что я купил там патент на этом месте там еще есть соседнее здание освободилось ну не прям соседние в этом же подвальчике я думаю может быть если освободиться я все-таки расширю и может быть если освободиться прям рядышком со мной какое-нибудь помещение я все-таки сделаю расширение значит чтобы я хотел первое я бы хотел расширить ассортимент с той площадью которая у меня есть это невозможно сделать я бы хотел помимо игрушек добавить также какие-то дополнительные детские товары которые могут привлекать дополнительный трафик именно там может быть детские коляски детские кресла там батуты бассейны то что я до этого рассматривал я немножко прикупил там надувных кругов там такое всем жилеты круги и бассейны но это все в небольшом количестве и не вызывает большого количества покупателей я хочу сгонять в москву в обязательном порядке не знаю когда может быть в июле может быть не в июле может быть попозже может в сентябре в октябре но хотелось бы съездить в москву найти там поставщика более дешевого также как у нас допустим многие оптом кто продает на рынке они берут оттуда по более низкой цене тем самым если я буду привозить из москвы у меня снизится себестоимость товара и я думаю что он моя наценка вырастет соответственно будет больше прибыли третье так по поводу расширения ассортимента сказал третье это развитие инстаграма развитие дополнительных точек да то что я хочу поставить еще несколько ну хотя бы один магазин до нового года это точно если повезет может быть два но там же сразу будут уже дополнительные расходы надо учитывать это расходы на продавца то есть помимо зарплаты продавца уже налоги за продавца потому что там не получится не оформлять продавца у нас налоговой возникнет вопросы как я один могу работать сразу там на трех точках вот далее там на комп и будут расходы если я тут свой компьютер прирост поставил то там уже мне придется докупать покупать ну собственно это не так важно самое главное чтобы все получилось по поводу продаж на авито июле в целом у меня кто-то спрашивал подупали не подупали да очень сильно упали продажи прям значительно просели я думаю с чем это может быть связано тут несколько причин по моей вине и не по моей вине по моей вине я перестал сильно мониторить вообще рынок перестал там за трендами следить что-то добавлять новые товары то есть сейчас я добавляю только то что у меня есть по наличию все я ничего больше не езжу не фотографирую хотя мог бы это делать и тем самым увеличить объем заказов я думаю хотя бы в несколько раз а второе действительно люди многие повыезжали сейчас в отпуска просто город подопустил и естественно что им не до этого они все на моря собираются не до игрушек не до всего остального то есть просто тупо это не сезон на данный момент так все друзья на этом все если что-то не успел рассказать расскажу в следующих роликах мне уже пора бежать сейчас отвечу на ваши комментарии но это будет уже вынесено в отдельный ролик который будет называться ответы на ваши комментарии все как то так всем пока удачи